Поехали в Рашку Ну и скажи Ваше сектантское мнение Не сектантское, так где ты ехал? Да не, 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 мое... Да не, это когда мы были сюда Ты же помнишь, да, мы с ним познакомился В Николаеве И он мне очень понравился Он мне очень понравился Как это, Савочка, да? Да, теперь Савочка Он мне давал приглашение Я вообще лучше Действительно, реально Но ты знаешь, что Николаеве красивее, да? Ну, подожди, мы же не в Киеве Мы за Киевом Это город Виснево Нет, у Николаеве помощнее, по-моему Или нет? Это другой город Это что у нас там, Южно-Украинск, например Вообще, ты знаешь, если порассуждать Вот их точку зрения Вопросы отношения к людям, да? На всяком случае, они чем-то данные И чем-то полезные Люди, окружающие Вот именно те, которые в церкви Устите внимание, они спокойные, уравновешенные Ну, ясно дело, не курят, не пьют Ничего, никакого, как в мыслях нет Ну, сектанты, потому что они все в церкви Поэтому и не курят, и курить некогда Потому что, надо же читать И вот, Библию читать Когда же так куришь И выпить некогда Просто это их единственные Убирают алкоголик, наркоман или фитнес, как-то Ну, что пусть они там будут чем-то данные Хотим про это Посмотрим отношения именно Вот как бы... Между собой Там нету, там пасты И людей Там видно, что делается для людей А вниз доходилка Там вот реально отведена дошка для детей То есть, мамочки могут посидеть, как бы Понимаешь? Видно, что они забудут Как-то вот на улице зашли Эта работа не найдут У нас есть команда Команда по мере съехать В этом Не, по дождю Слышишь? Всемирный день борьбы с надплодником Кстати, я хочу сделать это заявление Значит, ты меня не спрашиваешь Что это за кольцо Это сейчас сделает официальное заявление Украине А не знаю, может вообще всему миру Может отдельным кадром Всему миру Значит, где Где в Киеве Я нашел это кольцо Я его Привезу тому человеку Если он четко скажет При каких обстоятельствах Я его нашел А ну почитай Я не вижу зрение Это не написано Это вкрапленный просто Бриллиант Цирконий А это цирконий А это цирконий Это цирконий 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 А это не хватит Переснимем Это переснимем Я отвечаю Если кто мне скажет Что это и Бог Я ж перед Богом Ну понятно Машину Документы Документы Красиво Красиво У меня такая же история была Наподобие Посмотрите Я редко когда рассказал Сейчас расскажу В Польше Покупаем мы машинку Малюха 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 Тысячи долларов стоила Одна из первых иномарок Была в городе Красненькая Такая машинка Польская Матрибол Польша Малюха Короче Как у нас тараканы Там только ездят на малюхе Все Это у нас крутые На таких мерседесах Десятиметровых ездят А там она такая маленькая Она как раз в больших городах Она компактная Знаешь Мало Как жарки типа Да? Как жарки типа Ну приставь Если жигулей я покупал за 600 марок Это считай за 200 долларов За 200 долларов Что малюху я это покупал За 1000 долларов Тысяча Тысяча Оформления у них нет У них списался и вперед Ну это у нас сейчас Как у нас сейчас Да Именно этот Поляк А у меня был покупатель Там тонкий момент Мне только Я с мужем Там Красавца С сережками Из пикселя Не Не надо Не надо Ты можешь его на фоне как-то съем Потому что аппарат дорогой Не ну если кто-то будет бить этот аппарат Конечно я буду отвечать Его уже пытались цыгане бить Помнишь видишь Это же цыгане нападение У цыгане торгующие наркотиками Не все цыгане Что мне говорят Что я хочу всех цыгане выгнать с Николаева Нет Только тех тварей Которые торгуют наркотиками Понял да? Так вот Дальше На фирме остановились А это Я по поводу Что такое Верующие люди Я это на сюжете запомнил Давно уже прошло Уже сколько прошло Уже 16 прошло Я это помню до сих пор Покупаю я эту машину А покупаю с поляками Мы же поляками В месяц все Пили и кушали Колбасы каждый день Водка У нас там Водки же русские привезли Мы водку ничего не стали продавать Мы только с тем полякам Уже они просто были А внутри меня ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа а вот ABW или шпингомогруем А воздушный сынок Вон дом отца, вот, о чем говорили. Чего отца? Ну, отчий дом. Ну, этот. Это этой церкви, реабилитационной церкви. Вот это он? Да, да, да. У них просторина, что они в людей, что-то вкладывают. Тихо, тихо, обо мне. Короче, этот поляк мне Тадеуш. Блин, или не Тадеуш? Да, это же чувак. Но Оля его помнит до сих пор, как зовут. Он мне покупает эту машину. Выторговывает, знаешь, до доллара выторговал. Все, чудак хотел 1200. А, да, вот, чем же конфликт? Что он хотел 1200, а он на него 200 долларов торговал. 200 долларов – это хорошая цена. В те годы 200 долларов. А он из Запорожья, видел? Он, не отвлекайся. Не отвлекайся. На фоне, на фоне. Я тебе историю расскажу. 200 долларов – это под тем временем, это полгода жить. Это сегодня 200 долларов. Пшш, пшш, пшш. Ну, да. И нету 200 килл. А тогда полгода жить – хорошая семья. Это больше, чем у нас. Ну, в общем, выторговал я. Он у него за тысяч. Пишет он, говорит, расписку. Ну, пишешь расписку. А еще он спросил, а нотариус нужен? А поляк мне говорит, да нет, у нас никого не нужен, нотариус. Расписку пишет, что деньги не получил. Техпаспорт, как сейчас только сделаем. Понимаешь, насколько мы отпаздываем. Да, конечно. Вот сейчас же сделали так. Расписку тебе други написал, техпаспорт тебе отдал. Да, ну, доверенно. Нет, потом ты идешь уже, когда тебе на… А так ездить можешь по городу. А он же думал, что я не буду выгонять ее со стороны. Ну, короче, можно и можно, знаешь. Я беру за эту машину, со всеми прощаюсь. Денег уже нет. Денег только на дорогу до таможни. А, ну, и на дорогу по Украине. Да, на бензилы. И приезжаем мы к таможне, а это 500 километров от таможни. 500 километров на минуточку. Наезжаем до таможни машинки. А ехать одна красота. Идет так, красивенько, маленький. Расход бензина маленький. Доезжаем до таможни. Таможенник говорит. А, доверенность нотариуса. Я же подпрахнулся. Я говорю, па, какая бы… Нет, никак. А, доверенность нотариуса. Иди сюда. И все, и нас разворачивают. И мы чешем это еще 1000 километров. 500 туда, 500 обратно. Если там другое дело, Дима, деньги взяли, то уже другая история. Короче, причехиваем к этому поляку. Заходим к нему, значит, в дом. Как я запомнил дорогу? Я в шоке. Как я запомнил дорогу? Вот Оля еще вспоминает, что я точно помню, что он в каком-то селе там жил. Ну, домой прямо приехали к нему. Зи-зи-зи. Хорошо, хоть с дома мы покупали. Как я запомнил дорогу? Почему с дома вы покупали? Ну, короче, приходим к нему, к этому поляку. В дом и говорим, пан, ой, привет, дорогой. Вот надо доверенность поставить, шлепнуть печаль, по доверенности. А он, знаешь, так, морду умную сделал, так говорит. Пан, говорит, я вот считал, говорит, бабки, а тут не хватает 200 баксов. У меня так не поперкнулся. А я к деньгам не прикасался. Польше у меня деньгами Оля заведовала. Я говорю, пан, ну, ты что, Оля же. Он мне, говорит, 200 долларов, вот тут, как с куста, говорит, не хватает. Вот, говорит, я Коля спускаюсь вниз. Она дома, ну, она, в смысле, в машине прямо осталась. Она не поднималась. Я говорю, Оля, этот козел, говорит, 200 баксов она не хватает. А она, ну, я что же помню, она же, мы же не просто там взяли штуку баксов, и все, а это же каждый месяц, ну, не месяц, а недели-три сидели, и по чуть-чуть, и она каждый день, одна кучка, миллион злотых, есть кучка, еще миллион злотых, есть кучка, еще миллион. Как бы она, понимаешь, собиралась. Говорю, Оля, дай мне там хоть чуть-чуть денег. Не-не, у нас уже 6 миллионов, не-не, у нас уже 8 миллионов. Короче, я не могла ошибиться. Мы даже не в долларах покупали, мы покупали в годах. Я не могла ошибиться. А я, говорит, четко, говорит, мы ему отдали четко. Я, я уже не помню, носители 12, это было четко. Я сижу, блин, что делать? И тут я включаю мозги, которые я к тому времени не все проявил. И я нашел выход. Скажи, какой я нашел выход в этой ситуации? Вот ты, вот как ты, вот что бы ты делал в такой ситуации? Без понятия, я не знаю. Что бы ты делал в этой ситуации? Я нашел выход. Ну, значит, нужно найти какую-то поломку в машине, и показать, вот, смотри. Это выход чисто необычный. Это чисто необычный. Это чисто необычный. Это чисто необычный. Это чисто необычный. Они очень порядочные насчет этого. Они практичные, ищи-печильные. То есть у них это проблема века. Если вы не будете... Торг закончен, все. Он сказал, торг уже был закончен. Уже была названа сумма. Идет разумор, что... Мы его обманули, когда дали... Мы куклу ему дали. Вот о чем идет разумор. О, Польша, 94-й год. Чужая страна. Чужая страна. Вы там никто. Польша, религиозная страна. Те верующие. Что я сделал? Такой выход. Девушка верующий, ну, ты же, я бедный, дайте деньги. Что это чисто Николаевский? Опять чисто Николаевский. Иду. Сейчас увидишь. Они стоят бедные, и никто им ничего не дает. Ну, ладно, не буду вас долго интриговать. Я захожу к нему. Не томи, говори. Ну, это был. Я захожу к нему. Комната. А еще, а он такой с тех поляков, которые по-русски плохо понимают. Ну, не по-немецкой, а по-немецкой. Какой для нас? Немецкий городишка. Ну, там авто. Ну, немецкий какой-то... Короче, полу-немец, полу-поляк. Ну, русский они так улиминь. Я захожу в панель. Уже сердце на руку. Я тебе на этой иконе. Клянусь, что там было 10 миллионов злотых. И я сейчас выйду, говорю. Ты, говорю, пересчитай. И если я зайду, и ты мне руку положишь на сердце, и скажешь, что я тебя обманул на 200 баков, я тебе отдам эти 200 долларов. И выходишь. Что делает поляк? Ну, что, считает. Боже на место. Скорее замучилось. Поляк молча. Молча. Ни одного слова не сказал. Выходит. Едем к Нотариусу. Даем дорогу, где Нотариус. И всю дорогу. Сидел, под глазки опустил. Ну, молился, наверное, чтобы они из католики там, а? Как раз не хочу. Конец первой. Продолжение следует.